Дорогие друзья, всем привет! С вами Анатолий, вы на канале Метро-275, на календаре 16 декабря 2022 года. К сожалению, в этот день российская армия вновь ударила по Украине ракетами по моей родной стране, что спровоцировало отключение электроэнергии. Сегодняшний наш мини-видеоблог будет посвящен радиовещанию, обычному эфирному, которое работает почти постоянно. И послушаем, что вообще можно услышать на обычных FM-волнах, говоря простым языком, когда полностью отключено электричество. Напоминаю, я нахожусь я в Харькове. Чем я буду принимать? Я буду принимать радиостанции Баушен Кюви-5Р, в которой, так очень кстати, находится обычный приемник вещательных радиостанций. Антенна у меня самая простая, телескопическая, то есть вы там не подумайте, что я там какую-то антенну прицепил, просто самая простая антенна. Ну давайте послушаем сейчас, что у нас в эфире. 20 тысяч рублей плюс конфискация. Для юридических лиц штраф в размере от 30 тысяч рублей плюс конфискация. Если ущерб, причиненный незаконным использованием, превышает 100 тысяч рублей, то последует уголовное наказание. От штрафа в размере до 200 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы срока на два года. В сложившейся ситуации логично ослабить регулирование, но стоит не к новости урегализовать использование нелицензионного софта, а определить время. Так, 107,7, какая-то обещательная станция. Сканируем дальше. Замминистра обороны Анна Маляр. Отмечается, что мобилизационные мероприятия могут начаться уже в январе. Сама замминистра была немногословна и заявила, что подобные вещи сложно прогнозировать из-за потерь потребностей восстановления и замены подразделений, участвующих в боевых действиях. На Красно-Лиманском направлении огнем русской артиллерии активными действиями российских войск сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ. Жители Запорожской области теперь полноправные граждане России пользуются всеми достижениями системы обязательного медицинского страха. Вообще помойка, даже комментировать не стану. Ну, всем известно, что это так называемая радиожизнь. Сканируем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то нормальная украинская радиостанция среди всего этого фаоса. Давайте просканируем еще. Почему-то тишина. Я не знаю, что это было. Давайте еще. Опять тишина. Так, музыку убираю, потому что... Так, я слышал, что было вещание на частоте 103,6 ранее. Давайте включим. Ну, также вещательная радиостанция, а также с вражеской стороны. А вот такой у нас эфир складывается во время отключения электричества. Не переживайте, дорогие украинцы. Даже в таком вот хаосе находятся наши родные украинские станции, где можно получить достоверную информацию обо всем происходившем. На этом все. Мой небольшой такой радиоблог закончен на сегодня. Рад был вас видеть на моем канале. С вами был Анатолий Лили, Ульяна Тамара 8, Иван Дмитрий, Иван Краткий и канал Метро 2.5. До новых встреч. Всем всего наилучшего.